Экс-председателя Народного Хурала оставили под стражей до 13 августа. Напомним, церендаши Доржиева обвиняют в хищении 36 миллионов рублей. Суд учел состояние здоровья Доржиева и его супруги, наличие постоянного места жительства семьи, отсутствие судимости, наличие государственных наград и иных поощрений, посредственную характеристику по месту жительства УУП, однако посчитал данные обстоятельства недостаточными для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую. Церендаши Доржиева задержали в марте этого года по делу о строительстве школы в селе Сосново-Озерское в Яравнинском районе. Также ФСБ Бурятии разыскивает сына бывшего спикера Народного Хурала. Труп 66-летнего мужчины нашли на детской площадке в поселке Восточный. По данным МВД, тело обнаружили местные жители 27 мая. На место выезжали специалисты, и по предварительной информации следов насильственной смерти нет. Сейчас причину устанавливают судмедэксперты. Покушение на убийство предъявили супружеской паре из Олан-Удэ. Следственный комитет завел уголовное дело на 31-летнего ранее судимого мужчину и его 25-летнюю жену. У них возникла потасовка с соседом из-за шума. Нападавший нанес на живое ранение в грудь. Пострадавший сумел самостоятельно обезвредить обидчиков. Позже злоумышленников задержали сотрудники Росгвардии. Раненого быстро доставили в больницу. Сейчас ему ничего не угрожает. Уснул за рулем и въехал в столб. Сегодня утром 55-летний водитель Митсубиши Аутуэндер наехал на электроопору рядом с Пиплс Парком. Водитель не пострадал. Состояние обвинения не установлено. Предварительно уснул за рулем. Вчера на Лимонова сбили пешехода. 42-летний водитель Тойота Калдино наехал на женщину на пешеходном переходе. Предварительно нарушил пункт правил 14.2 правила дорожного движения. Не предоставил пешеходу преимущества на нерегулированном пешеходном переходе. За прошедшую неделю еще двух человек сбили на дорогах Улан-Удэ. Так, вечером 22 мая на Ключевской 16-летний подросток решил перебежать на Красный. На него наехал Ниссан. Водитель такси, следовавший позади, успел увернуться. У подростка ушибы. Второй случай произошел на Бабушкина. 71-летний мужчина также прибегал дорогу на запрещающий сигнал. Итог – госпитализация с многочисленными травмами. Ну и напоследок. Еще один теленок из пробирки родился в Бурятии. Малыша назвали Амур из-за сердца на лбу. Эксперименты селекции проводят в Мухаршибирском районе. Местным коровам пересадили эмбрионы с улучшенной генетикой. В общей сложности за все время появилось пять телят. Это помогает ускорить выведение нужных пород для мяса и молока в обход нескольких поколений промежуточных особей.